Буквально два дня назад мы провели всероссийские соревнования памяти Юрия Александровича Золотова. Это были десятые соревнования, уже мы их 10 лет проводим. И вот сейчас проходят 35-е всероссийские соревнования на Кубок Нечерноземья. Оба крупных юбилейных турнира собрали в Твери рекордное количество участников. Как в первом, так и во втором случае на ковер дома спорта юности выходило не менее 400 спортсменов. Такому представительству могли бы позавидовать многие всероссийские старты. В столице Верхневожья собрались акробаты из 25 регионов. Между собой состязались юноша и девушка из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Калининграда, Тюмени, Хабаровска и других уголков страны. Это очень большое представительство. На сегодняшний день наши соревнования по уровню представленных спортсменов и регионов могут состязаться с первенством России, не побоюсь этого слова. Потому что здесь и сборная команда России. И вот сейчас на Кубке и Черноземье принимают участие спортсмены, которые только что стали победителями Кубка Волокова в городе Октябрьском. Это единственный международный турнир в городе Октябрьском и в России, который проводится в статусе Международной Федерации Гимнастики. Судьи выявляли лучших в пяти номинациях. Своё мастерство показывали женские и мужские пары и группы, а также смешанные пары. Перед арбитрами демонстрировали головокружительные номера, перворазрядники, кандидаты в мастера и мастера спорта в возрасте от 9 до 19 лет. Кубок Золотова показал, что наши спортсмены успешно борются на ковре. Это четыре первых места и два вторых места в разных номинациях. Вот, ну и надеюсь, что Кубок Черноземья даст, ну, как минимум, такие же результаты. Ну, это прежде всего женская пара Нефедева Надежда, Малькова, Алена, которые заняли первое место по программе мастеров спорта «Взрослые». Это смешанная пара Уткин, Ярослав, Макшанова, Светлана, которые заняли второе место в смешанных парах «Взрослые». Ну и ряд женских пар и мужская группа, которые также стали победителями и призерами наших соревнований. Естественно, много наград увезли спортсмены в другие города. Одними из победителей тверских стартов стали гости с севера Виктория Попонова, Наталья Буйная и Маргарита Рейнбекова. Таковой фишки у нас нет, единственное во второй композиции очень мало кто делает потыр в решетку с альтоуглом. В принципе, это, наверное, единственный такой элемент, который наша изюминка. Ну, иногда бывает страшно на элементах, но так все очень хорошо получается. А что это чувствует? Не знаю, адреналин какой-то. Адреналина хватало всем участникам. Тем более, что спортивная акробатика, несмотря на все изящество, требует недюжины физической силы от казалось бы хрупких атлетов. Тяжело, но красивый спорт. Именно красотой, наверное, берет. Красотой и целеустремленностью хочется каких-то результатов, чтобы что-то хоть было. А ты работаешь наверху? Да. Ну, надо колени тянуть, ноги, прыгать. Смотри, а вот, Дина, как настраиваться, чтобы на столько центов доверять, да, своим партнерам? Ну, я им доверяю, что они меня и поймают, и ничего со мной не случится. Как отметила заслуженный тренер России, судья международной категории Наталья Мельникова, важность тверских турниров для спортсменов со всей страны неоспорима. Уровень очень разносторонний. В принципе, есть и очень сильные составы, очень много молодых детей, которые только-только еще начинают, и у них очень большое будущее в акробатике. Поэтому эти соревнования для них очень важны, так как они здесь учатся выступать и набираются опыта. Сейчас судьи оценивают все. Нельзя сказать там какие-то критерии. Судейство на этих соревнованиях довольно-таки, можно сказать, строгое. В принципе, оно практически как на первенстве России. Судейство хорошее, строгое, справедливое. И в основном тренерам молодым надо на чистоту, на технику исполнения элементов. И, конечно же, артистизм, костюмы тоже сейчас имеют немаловажную роль.